всем привет друзья меня зовут саша я сегодня не совсем привычном образе на самом деле я бы хотела просто ответить один раз как это на вопрос один раз и всем в общем часто меня спрашивают аж какие у вас волосы на самом-то деле это завивка не завивка на общем короче вот это вы видите это мои настоящие волосы полностью ну как это сказать без укладки без всего то есть просто помытые и природных условиях высушены вот ничего тут такого я не делала ну вот это как-то так вот выглядит так вот веселенько живенько да и соответственно мы сегодня даже с моим вот помощником примерно в одинаковом виде вот так что я сегодня буду записывать видео так чтобы вас повеселить своими кудряками меня они иногда честно могу сказать напрягают просто ужасно вот и но и как в большинстве своем уже все таки наверное к лет двадцати наверно пяти я научилась может даже чуть раньше научилась ними обращаться потому что раньше когда я была маленькая меня дико висели свои кудряшки плюс они у меня были ниже попы в детстве вот и это была целая мука их помыть и потом еще расчесать это был просто капец единственное я прошу прощения за посторонние звуки я снимаю на балконе открыто окно потому что я задохнусь если я его закрою ну и конечно же как всегда под окном надо в этот момент всем срочно проехать и мусорки и всем остальным в общем что сегодня будет балтологическое видео ничего супер полезного вы здесь не узнаете но если вам хочется просто повязать как это сказать да не на чем особо сильно не заостряя свое внимание то в общем то смотрите дальше я в инстаграме я вообще решила что принципе сейчас у меня как бы время более-менее позволяет где-то каждую среду четверг выпускать балтологическое видео по вашим вопросам вопросам знаете иногда бывает вообще нет вопросов иногда просто целый шквал вот поэтому если у вас есть какие-то вопросы вы мне можете писать их под этим видео в инстаграме я публикую здесь да и по кнопочке еще всегда вы найдете все мои контакты instagram мой личный instagram магазина и моя почта вот в общем вы мне можете даже не в окошко в инстаграме да когда я делаю опросы типа там задайте мне вопрос для болталки вот если у вас вопрос какой-то возникает и мне можете написать и я соответственно по мере возможности буду снимать видео и ваш вопрос тоже туда попадет так сегодня вопросов у нас немного у нас сегодня будет три вопроса но я как бы решила сильно не размазывать да пуну много вопросов лучше это будут почаще видео но смысле каждую неделю вот такое небольшое вступление ну что поехали в общем то первый вопрос как оказались в республике беларусь на самом деле все просто я никак не оказался здесь родилась вот то есть я так понимаю что этот вопрос скорее всего пришел из-за того что последние три недели мы были в гостях у родителей которые живут в россии ну вот они живут в городе в городе дмитрове это что московская наверное область или что я даже честно говоря не знаю но на самом деле я родилась в беларуси мои родители тоже родились в беларуси они сами белорусы но пять с половиной лет назад они просто переехали в россию то есть про ну сейчас конечно они уже граждане российской федерации вот но они сами по себе белорусы то есть мы родились и жили в беларуси да то есть я никуда ну надеюсь я собираюсь переезжать вот мои родители просто так совпало на такие были обстоятельства что в общем то они решили что необходимо переехать вот но и принципе уже по прошествии количества такого до времени я ну считаю наверное что это было правильно потому что в общем то уровень жизни повысился да конечно есть определенные нюансы да когда они переезжали это я сейчас ни в коем случае да не хочу обидеть россиян я вас на самом деле очень люблю просто что законодательство да несовершенно как и нашей белорусской так и российской в общем когда они переезжали узнавали да по поводу получения вида на жительство для того чтобы можно было ну как-то тогда себя чувствовать спокойно достаточно в общем им когда они собирали пакет документов говорили что так как этот как это братское государство до беларусь и россия то будет упрощенный режим это будет все быстрее и так далее но по делу точнее по факту да они проходили все 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 мероприятия вместе со всеми да то есть приезжими в россию и скажем так там и из белоруссии и из не знаю там части россии и из там азербайджана таджикистана там армении всего остального ну короче да то есть как бы то что рассказывали что это содружественное государство и будут какие-то ну скажем упрощенные режимы но это все конечно туфта если меня кто-то смотрит из как это называется миграционная да там служба ли как это вам большой привет ну вот не вводите в заблуждение людей лучше сразу скажите что это будет не просто все эти нюансы ну для того чтобы люди просто готовились не тратили время да и никак бы не делали каких-то ожиданий до ложных вот ну в общем то что родители живут там мы живем здесь у меня очень многие спрашивают почему я не переезжаю ну потому что я не хочу переезжать я люблю свою страну да есть некоторые нюансы но в какой стране нету нюансов расскажите мне пожалуйста я думаю что в любой стране даже в самой шикарной все равно есть какие-то нюансы где-то это там не знаю налоги где-то это мигранты где-то это еще чего-нибудь где-то это климат ну поэтому на самом деле как бы давайте не будем углубляться да там не в политические моменты не в экономические не в какие-то территориальные я люблю свою страну и не хочу никуда переезжать я конечно не зарекаюсь да потому что жизнь очень непредсказуемо возможно ну придется но по своей воле я не хочу переезжать вот поэтому что нам остается видеться с родителями конечно когда до пандемии это было намного проще вообще на самом деле по иронии судьбы когда мои родители уехали через там не знаю год или два папа начал работать в беларуси и он каждый там месяц наверное приезжал беларусь на в командировке и так далее в общем но мы смеялись что надо было уехать для того чтобы данной все работу в беларуси вот но это был относительно недолгий период и поэтому соответственно сейчас папа работает учителем в школе в общем-то он когда был когда я была еще одну совсем маленькая да в общем-то он начинал свою у меня и папа и мама закончили белорусский педагогический институт я не помню как факультет ну короче исторически да они у меня оба историки на вот и отвлеченно да на секундочку раз уж мы болтаем в общем не просто расскажу вам да какой я позорник оба родители историки причем но они любят действительно это не то что знаете они там баллов не набрали и пошли они осознанно пошли в пед на исторический им очень нравилось и в общем в девятом классе когда были ну как это выпускные экзамены до после девятого класса все 9 там ты можешь поступать дальше там среднее какое-то да в общем я не я завалила экзамен по истории просто просто пух и прах по какой-то ужас мне да я выучила практически все билеты не доучила последние два ну и конечно же надо было чтобы они мне попались в общем я даже списать не смогла потому что у меня вывалилась шпора и меня засекли но в общем короче это был просто трэш я естественно так боялась идти домой потому что это был просто такой позор я понимаю а у меня еще на тот момент мама по-моему работала в школе но она работала не как учитель она какой-то факультатив там или что дела я не помню тоже по истории но почему это был просто позор я думаю что меня прибьют веником и шваурой папа маме все смотрите привет вам тоже я знаю что папа обычно смотрит а мама так время от времени но в общем я помню что это был капец причем что это был там типа пятница и мы должны были всей семьей ехать на дачу родители меня ждали вместе с братом по моему бабушка или что в общем и экзамен длился очень долго я все не иду и не иду потому что мне так мне так страшно было ну естественно пришлось прийти конечно да в общем папа сказала что я лошара мама немножко покричала вот но в целом уже к вечеру как бы мы все ржали над этой ситуации потом конечно я пошла пересдала но сам факт того что сапожник без сапог как известно ну вот и поэтому в общем то папа когда я была маленькая он начинал со школы до работал в школе но потом что-то там что там пошел бизнес какой-то вот и все и в общем надо было столько времени по разным сферам до походить чтобы в итоге все равно прийти в школу на вот так что пути неисповедимы видимо а вот но еще мама работает в пансионате для ветеранов великой отечественной войны вот ну в общем-то как бы все прекрасно есть у меня еще младший брат ему в этом году будет 21 год вот для меня он все равно еще остается маленьким человеком но он уже такой мужик я вам сейчас ставлю фотку если ты найду ну в общем может мужик а вот и он учится в медицинском институте ярославле вот он живет там в общежитии ну и соответственно к родителям приезжает ну на какие-то большие выходные да там или что-то еще вот так что на самом деле когда они жили беларусь я никогда не думала что мой брат будет учиться в медиа на самом деле это просто вообще решила и за год или за два решили поступать да там и родители и родственники наши потому что родственники все наши ну как сказать российские да московские они все связаны с медициной в общем-то они его в свою секту заманили но на самом деле даже сейчас брат учится на третьем курсе вот пока что еще не знает кем он будет но он говорит что ну наверное правильно правильные хорошие решения хоть это было очень тяжело ему было очень тяжело химия там что-то биология да это конечно ну у нас принципе семья гуманитариев на самом-то деле то есть точной науки нам вообще как бы да очень сложно но он молодец я им просто безмерно горжусь на самом деле такую колоссальную работу провести вот они хотели сначала вроде поступать в тверь но по-моему в тверь ему то ли одного балла там не хватило то ли двух ну что-то там совсем какая-то ерунда вот они поступили в ярославль ну ярославский мед я правда не знаю там номера номера если там номера и далее в общем если кто-то из ярославля расскажите ну в общем то он поступил причем так знаете со свистом плане того что был даже перебор по моему баллов и ну в общем он спокойно поступил вот что-то я что-то я начала прям очень наверное глубоко ну в общем что я надеюсь что я ответила на вопрос что я белорусская мои родители белорусы и просто сейчас вот по стечению обстоятельств они стали гражданами российской федерации вот поэтому мы друг другу если в гости до до пандемии это было вообще на лайте я да не закончила что родители ну по крайней мере папа точно приезжал там раз несколько месяцев мама чуть реже потому что работа да не всегда была возможность вот но еще потом пошла пандемия мы больше года наверно не виделись ну когда был самый такой же жесточайший до период ну и все а сейчас мы на прошлом летом планировали отпуск но пандемия внесла свои коррективы поэтому этим летом мы в общем прекрасно провели время вместе с родителями муж работал до дома поэтому он не поехал ну вот но мы с ребенком ездили ну принципе если вдруг кто-то не смотрел или кто-то новенький я оставлю ссылки на два предыдущих блога там как раз таки рассказывала как мы что мы где мы и так далее ну вот можете посмотреть я не буду повторяться но это конечно золотое время проведенное с родителями мне мне очень комфортно с моими родителями возможно что потому что они на расстоянии и не знаю но очень комфортно мы даже за три недели практически по моему вообще ни разу не было никаких там до столкновений хотя ну обычно всегда да да когда ты перестаёшь жить с родителями сложно да потому что все разные у всех разные там уклады привычки и все остальное но как-то возможно просто потому что мы были не в квартире а мы были в доме достаточно большом и как бы каждого был свой угол и поэтому возможно что мы просто не надоедали друг другу но на самом деле я очень благодарна родителям за организацию до этого отдыха потому что он получился просто просто волшебный ребенок и как бы подрос за это время и социализация произошла потому что рядышком были наши родственники так это сюрпризиком они тоже рядышком снимали дома поэтому у нас была большая компания когда отмечал день рождения у нас было 19 человек нас всех причем что это не то что там найти гости гости это просто вот наша семья и семья наших родственников мы все вместе собрались и вот такой большой шалман вокзал получился так поехали дальше то я могу болтать по поводу своей семьи очень очень долго а ну и что как бы муж у меня белорус и соответственно тоже родился да и мы живем в беларуси вот поэтому это только мои родственники и мои родители сейчас с россией связаны так значит второе будет ли мастер-классы планируете ли снимать значит смотрите по поводу мастер-классов у меня конечно есть планах да меня очень как-то прям хороший отклик такой активный майка зеленая до которая связана реглан погонам я ее кстати довязала и надеюсь сегодня сегодня что там четверг наверно у нас если погода нас не подведет то я ее отфотографирую очень на это надеюсь потому что я майка безмерно довольна она прям знаете такая какая была у меня в голове вот поэтому возможно возможно если я соберусь силами потому что это не так просто связать намного проще чем сделать мастер-класс то возможно я сделаю может быть или экспресс мастер-класс или какую-то инструкцию посмотрим вы мне пожалуйста вообще напишите здесь под этим видео вяжите ли вы вообще по мастер-классам то есть это актуально для вас или это знаете так больше ну мастер-класс мастер-класс прикольно тип типа повышает уровень как бы блогера визуального потому что ну я часто открываю мастер-классы но не я не смотрю весь мастер-класс но если в смысле если как бы я понимаю что это там хотя нет последнее время если открываем мастер-класс я даже если я смотрю там минутку то я просто его потом в отдельной вкладке открываю и он у меня весь проходит для того чтобы не портить статистику блогеру вот даже если мне ну может не очень интересно там остальные кусмачи но вообще я как бы не смотрю целый мастер-класс то есть я посмотрел на какой-то элемент например который я не умею вязать и вот он два раза отработала и все вот поэтому как бы напишите мне пожалуйста да то есть у меня есть если вдруг кто-то не знает платный мастер-класс на носочки я его снимала до меня просила моя зрительница слушайте я забыла кто кто в общем меня просил смысле откуда да был человек по моему зрительница да 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 точно вот поэтому я сняла мастер-класс по носкам обычная базовая носки давайте вставлю вам фотографию то есть если вдруг кто-то хотел разобраться как они вяжутся и как это все дело то вы мне пожалуйста напишите я даю ссылку до мастер-класс платный вот и соответственно с вами все обсудим так что еще у меня есть мастер-класс платный по свитеру давайте я вам его ставлю очень люблю этот свитер хочу себе связать как минимум две штуки но у меня все никак не доходят руки то заказы то еще чего-то свитер monair очень я его люблю вот свитер который я сейчас вязала после по которому я писала описание я продала вот потому что он просто очень понравился человеку но я не смогла отказать подумала что я себе точно еще свяжу а вот и соответственно моем канале тоже оставлю вам ссылочку на плейлисты есть небольшие мастер-классы есть мастер-класс по шапке из норки он просто знаете я его честно говоря снимала ну просто потому что меня пару человек попросили думал что тут условного что ли шапку снять но он просто бомбанул просто я вообще даже не ожидала что это будет такой отклик поэтому спасибо всем большое в общем давайте плейлист мастер-классы оставлю есть шарф палантин кто-то решил развернуться и не смазал при этом что-то в колодке наверно ну в общем мастер-класс у меня есть но я не снимаю их а в общем я не снимаю мастер-классы часто я думаю кто постоянно со мной до знают что я не снимаю часто но просто я не вижу в этом смысла потому что и так на ютюбе очень много мастер-классов вот но в принципе я готова да там рассказывать делиться какими-то вещами как я вижу если это кому-то будет нужно да не самой себе потому что ну сама я принципе я же как бы понимаю как я вижу чем не еще раз самой себе проговаривать но вообще вообще когда ты ловишь какое-то настроение мне нравится записывать мастер-класс а еще знаете чего не сказала вот уже балбес мастер-класс есть в трех частях пола по пейси он тоже платный вот но девчонки вяжут и я прям знаете у меня прям сердце каждый раз радуется и ну так трепещет от того что люди разбираются даже те кто вообще никогда не вязал плечевые изделия и меня это просто нереально вообще как-то воодушевляет ну работать дальше и как-то 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 в этом в этом русле развиваться хотя я например считаю что я ну не очень хороший объясняльщик да по поводу там какой-то теории все остальное но практика показывает мне обратно вот поэтому если вдруг вы что-то хотите пишите мне пожалуйста так ну поэтому соответственно я планирую но мне нужна обратная связь что вы хотите и как вы хотите вот напишите мне пожалуйста мне будет это очень важно так и третий последний вопрос потому что я как обычно я думаю сейчас 57 минут и все но первый вопрос меня немножко в пляс увел так и третий вопрос самый неудачный опыт с пряжей значит что у меня ну я не могу сказать что было много таких случаев скорее наоборот мало но вот первый самый такой я не могу сказать что он прям неудачный просто скорее я немножко была может не внимательно в общем это было я уже тысячу раз мне кажется рассказывают эту историю но опять же с учетом того что много новеньких на канале в общем сколько два наверно года на три наверно три года назад да я обязала своей постоянной клиентке маечки шелковые и стопроцентного шелка сям что-то там премиум силка по моему тоненький такой шелк вот и все бы ничего а пряжа сама был классно хоть она и немножко рядность дает и так далее но после стирки надо классно выравнивается тактильно очень приятно ну конечно пряжа не бюджетная но вообще она стоит того если знать как с ней правильно обращаться но в общем я связала несколько изделий и от цвета очень сильно зависит вообще поведение данной пряжи потому что когда я вязала например маечку лососевую я не знаю найду ли фотографии но постараюсь если не найду не обижайтесь пожалуйста очень лососевую маечку я вязала она практически вообще не растянулась ну вот просто вот она только выровнялась петельки стали до ровнее но само полотно там ну ну может я не знаю там на 20 миллиметров ой на 2 миллиметра наверно ничего особо не произошло потом я даже клиентка у меня заказала для своего супруга две майки да одна красная одна бежевая и вот эти майки повели себя просто вы знаете ну вот вообще неожиданным видом да когда неожиданным образом в общем получается красная майка она села в ширину но она очень сильно растянулась длину она наверно сантиметров 7 дала длину может даже больше и когда я как бы делала дата по меркам и так далее когда заказчик мой отдел и я понимаю что это просто платье хотя там мужчина такой достаточно там широкоплечье да там такой подкачанный но сам факт не имею до того что это просто смотрелось как будто я без мерок знаете вязала так на глазок ну тут там туда сюда а бежевая майка я вязала там я уже честно говоря не помню там тоже что-то она растянулась конкретно до этого да там лососевая совсем по-другому себя вела в общем и конечно мне пришлось полностью все распустить две майки и перевязать в этом нет ничего такого это просто лишний раз напоминание что надо на моточек брать побольше и вязать большой образец не вот эти пиписи которые знаете ай быстренько там 10 рядов чик 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 прикинул на коленке чего-то как бы когда это ну может быть не стратегический какой-то проект ну может быть ну хотя последнее время все равно пришла к выводу что нужно вязать образцы и образцы большие да то есть это как минимум какой-то вот такой вот должен быть образец который ты постирал да и как-то если над ним там поиздевался по полной программе ты понял как ведешь себя как ведет себя пряжа потому что вот эти я же говорю малю паски когда ты может быть вяжешь сами не знаю варежку перчатку там даже шапку она может быть так не даст но когда ты вяжешь например какую-то большую вечно там 50 в 4 размер то естественно в общем какие нюансики определенные значит ну вот это вот один был момент и второй был момент подождите-ка второй был момент я не помню как пряжа называлась это была шерсть это была шерсть короче она очень сильно увалялась просто просто вообще безбожно хозяй стирала руками ну как-то я так и не поняла что то это было еще до ведения моего канала поэтому я вам особо как не ну не рассказывала об этом но в общем это было ну что-то типа типа дропс каризма да но это было конечно не дропс каризма то что-то было другое я даже не помню турецкая может что-то или итарианская не помню очень короче там была шерсть стопроцентная и связано было вроде не туго и все но я постирала руками она просто на этот и просто вообще стала какая-то дерюга а так ну что я могу сказать что я могу сказать по большому счету вот так чего-то такого жуткого я даже на сам я может быть просто не помню возможно что такое потому что обычно ну я стараюсь вязать образцы потому что опять же научена до что без образцов получается фигня какая-то ну вот образцы соответственно вижу плюс смотрю да какие-то там узоры и так далее ну и в принципе я последнее время стала делать таким образом что я например отвязываю там сколько-то уже ну как бы готового изделия но смысле да то есть не просто образец а чистовик да ну например там я вижу кардиган снизу вот сейчас я хоть и вязала образец и так далее но я набрал там столько сколько я рассчитала по образцу да сколько мне нужно было при петель и соответственно провязала наверное сантиметров 10 ну такой был такой на руку смогу кусман кусман был такой длиннючий я на раз показывал в каком-то из видео я его просто пересняла на ниточку и постирала для того чтобы понять как в именно в этом масштабе изменится распушиться сядет там растянется и так далее так подобное это как бы хороший показатель я принципе тоже так часто делаю и делала раньше особенно пряжа который я знаю что такая знаете с сюрпризиками то есть если например я ну не знаю там вижу из дропс бель то есть ну я не знаю может быть я просто плотность хорошую подобрал но она мне не меняется вообще ну вот просто ну максим только выравнивать петельки но она мне не тянется не садится никуда я обычно вижу ее на четверке где-то так если мне нужно более дырчатая это четыре с половиной но если прям совсем не нужно такое плотненько на три с половиной но в основном это четверка вот как бы то есть я знаю что с ней вообще ничего не происходит но тогда я вижу себе вяжу вот ну а соответственно если это там какие-то кашемиры если это какой-то там даже альпака да или например ангора или мохер тот же самый дом и мохер имеет свойство все-таки растягиваться если там немного полиамина например на шелке дата он вот так чуть-чуть растягивается ну а на полиамиде часто наоборот он садится поэтому это вдруг если кто-то да не очень скажем опытен да в работе с мохером на полиамиде то вы пожалуйста свяжите хорошую позицию его постирайте потому что у меня ну по крайней мере вот сколько раз работал на полиамиде он часто садится сантиметр два три дает усадку точно вот вы знаете честно говоря я что-то не припомню больше именно такого прямо неудачно ну вот шелк мне почему-то вспоминается что вот он меня конечно так ну не то что неприятно но неожиданно да когда причем что я была уже я довязывала я была уже в положении и знаете мне было уже немножко тяжеловато то есть мне хотелось вязать у меня болела спина я не могла долго сидеть а это такое достаточно кропотливо потому что там на 50 грамм двести тридцать метров или 270 ну короче тоненький достаточно я вязала по-моему на троечке даже на два с половиной я не помню уже точно вот и когда ты уже все закончил все там все кончики спрятал все приехал к клиенту а тут драсти мордасти ну погоревала я чуть-чуть ну и ладно как бы перевязала все зато клиента сносит и у них с моей клиенткой такой феймили лук и она мне как-то писала что мы одеваем вместе и прям так классно как бы ради этого собственно можно и пять раз перевязать на самом деле ничего такого страшного нету слушайте ну наверное все как бы мериносы меня иногда так ну я уже научилась ними да то что они расползаются как сопля по всей ванной да такая медуза медуза вот но потом зачастую они собираются просто я сейчас вяжу мериносы на более мелких спицах даже если мне кажется что это забитое ну по факту я потом понимаю особенно в шапках которые тыковки резинкой да я вижу вот например супер софт это который сколько он там 120 метров 105 метров я забыла слушайте я так соскучилась по шапкам вам не передать просто вот я сейчас закончила майку сейчас закончу срочно носки вот закончу это видео и пойду быстренько довяжу мысок чтобы тоже сегодня по фотографировать и короче мне кажется я просто начну несколько шапок потому что у меня у ребенка нету шапок прикиньте мы со всего выросли и надо коллекцию пополнять так вот особенно вот когда я вижу например супер софт от лана гата да обычно его вяжут на три с половиной кто-то даже на 4 вяжет я вижу его на 3 а то и на на 325 а то и на 3 при моей плотности я вижу вот эти шапки я стараюсь вязать очень плотно это иногда они все равно вот здесь вот знаете когда ее одеваешь она потом так вот растягивается и все а если надевать ее вот на такие волосы как у меня то ее надо вязать вообще такую бронебойную потому что волосы с ну а достаточно густые и если я одеваю шапку знаете который на обычном человеке с прямыми волосами смотрится классно по голове то у меня это шапка вот так вот становится потому что волосы и и так конкретно оттопыривают ладно у меня тут как обычно начинается стройка века шиши буршат режут асфальт и что-то там еще делал поэтому буду закругляться в общем все на сегодня это все вопросы и так я что-то раз мусолилась до пишите пожалуйста свои вопросы любые которые вам приходят на ум все что могу вам расскажу так чего еще не хотел сказать что мои мысли мои скакуны ну да наверное все что я хотела вам сказать а нет знаете что я хотела вам еще сказать мне на ручках 56 написано по поводу снимите обзор вашей пряжи сейчас девчонки я смотрю очень многие снимают там типа запасы пряжи да там и так далее напишите вам это будет вообще интересно потому что мне кажется что это не ну в смысле я сама люблю смотреть такие обзоры мне почему-то кажется что мои обзоры никому не интересны именно по пряжных запасов тем более периодически все равно их показываю поэтому напишите будет вам интересно я кстати даже не знаю сколько у меня в запасах килограмм пряжи даже представить не могу ну вот вообще вот поэтому если вам будет интересно я в нескольких частях сниму потому что ну в одну часть пихать все я думаю что это будет самоубийство и мне и вам ну поэтому если как бы это будет какое-то приличное количество комментариев за да то конечно я тогда постараюсь снять не прям там на следующей неделе но посмотрим когда будет возможность было бы наверно мне самой даже интересно посмотреть что есть и сколько вообще запасов так что напишите мне пожалуйста мне действительно это будет важно потому что я хочу чтобы это было в первую очередь интересно вам да не просто я сама себе это рассказала вот поэтому ваша обратная связь мне действительно очень очень важна я просто сижу на балконе да и напротив меня дома там мужчина занимается какими-то делами интересными привлекает просто мое внимание ну вот поэтому простите я немножко взгляды перевожу вот в общем ладно я благодарю вас за внимание говорю вам огромное спасибо за за вопросы за вообще ваш такой живой и неподдельный интерес мне это очень приятно и я прям с каждым комментариям моя улыбкой просто вообще мне кажется к ушам ее можно привязывать так что все огромное спасибо за ваше время за ваше внимание жду вас в комментариях и тогда пока пока пока